Здарова! Инновации, технологический прогресс и так далее. Это дело такое, что в некоторых сферах оно приживается очень трудно, в некоторых совсем не приживается. Это не минуло и гитары. Гитары. Он сказал, почему во всех гитарах такая неудобная пятка, что трудно играть на верхних ладах. И понятно, это Fender, Gibson и того времени. Он сказал, а что если сделать гитару по толщине одинаково вместе с грифом? И сделать так, чтобы гриф крепился к деке на самых последних ладах. То есть на 24 или 22. И что он придумал для того, чтобы сохранить структурную целостность гитары? Это он сделал тонкую гитару, гитара из дерева. Он вклеил гриф на последнем ладу в деку. И потом сверху он создал такой экзоскелет, который он просто клал сверху гитары. Пропекал их в печи. Он расплавлялся, оплавлял гитару сзади. Спереди это все было как дерево. Накладка. Гриф был настолько тонкий, что поначалу он даже туда не всовывал анкерные стержни. Потому что он говорил, что с этим экзоскелетом анкерный стержень не нужен. Если гитара сделана хорошо и качественно, то она будет прямой. Гриф будет прямой на всю жизнь. И доказательство крепости своей гитар. Он даже по слухам ложил ее между двумя стульями. Становился на нее. Гитара прогибалась. Но потом она обратно становилась такая, как и была ровная. Дилеры. У дилеров были трудности продавать эти гитары. Потому что люди не доверяли обсутствию анкерного стержня. Поэтому в будущем его все-таки поставили. Больше как для того, чтобы люди не спрашивали сильно много вопросов. И чтобы у них не возникали какие-то сомнения. Но у меня было два паркера. Я ни разу на них не дотрагивался к анкерному стержню. Паркер, правда, сделали такие сильно инновационные шаги в сторону. И, допустим, машинка их с этими пластинами. Каждая пластина была на каждый калибр струн. То есть, если ставить струны девятки, то нужно покупать одну пластину. На десятки другую. А если брать уже гибриды десятки и девятки, то непонятно было, что там делать с пружиной. И колесики, которые были здесь для этой машинки. Но там были очень многие инновационные такие вещи, которые сейчас применяются очень часто другими гитаростроителями. Допустим, тоже пьезовая машинка. Паркер был один из первых, кто установил ее на гитаре. То есть, чтобы гитара, электрогитара звучала как электрогитара. Но также она звучала как и акустическая. Сейчас посмотрим на Music Man. Music Man только так и выпускает свои гитары. Особенно Петруччи и так далее. И это работает. И это работает отлично. Также Паркер сделал инновации вот с этим экзоскелетом, которые потом переняли гитары Aristidis. Мы с вами слушали уже гитару Aristidis. Мы даже ее сравнивали с деревом. И было два консенсуса основных. Первое это то, что гитара звучит темновато. Нет ни яркости по сравнению с деревом. Есть какой-то бубнеж, гундосит гитара и так далее. Ну и второй консенсус, что для не дерева, а в этой гитаре абсолютно нет дерева, не грамма, а дерева, эта гитара имеет смысл. У нее есть будущее и скорее всего есть будущее более-менее яркое. Будущее, которое было бы у Паркера, если бы не было сильно много инноваций. Если бы Паркер просто остановился на этом экзоскелете, а все остальное применял более-менее приближенное к классике, то гитары Паркера до сих пор бы продолжали существование, как мы знаем на сегодняшний момент. Хотя и веб-сайт существует, но гитары Паркера уже не производятся. История гитар Aristidis сравнительно недавняя. То есть эти гитары только начинают свой путь. И если брать это во внимание, то эти гитары достигли уже очень-очень-очень больших успехов. 15 лет назад ученые, датские ученые, начали разрабатывать материал, который они хотели сделать приближенным, а может быть даже лучше по музыкальным качествам, по акустическим качествам, свойствам к дереву, к самым лучшим сортам дерева. Они брали многие сорта деревьев, пытались их изучать, даже пытались достигнуть результатов на молекулярном каком-то уровне и так далее. Итогом этого стало изобретение материала, которое называется Ариум. Ариум это материал, который считается учеными, которые это разрабатывали, учеными, которые связаны в этой сфере, что Ариум это материал, который по своим свойствам единственный материал, который не дерево, и который по акустическим своим свойствам не уступает, а может даже и лучше, чем многие, если не все сорта деревьев. Почему эта гитара звучит немножко по-другому, чем дерево, в том видео, в котором мы сравнивали Во-первых, звукосниматели, здесь стоят звукосниматели для металла, это Aftermath, Bare Knuckles Эти звукосниматели, если их поставить на дерево, я думаю, там разницы также не будет Это звукосниматели, которые специально сделаны для такого тяжелого металла, викинского У них один вид такой, как они прошли бой викингов с мечами, топорами и так далее То есть есть Aristides гитары, в которых стоят синглкаты И по слухам, я их сам не пробовал, но по слухам эти гитары очень-очень близко звучат к Fender, к Stratocaster Хотя это абсолютно другой рецепт Мне, конечно, интересно, и скорее всего, может, даже я когда-нибудь попробую такое Эти гитары также звучат немножко по-другому, потому что они сделаны не полностью из Arium Arium, по идее, если взять и сделать гитару из чистого Arium Это будет самое музыкальное вообще произведение совсем Но так как Arium очень мягкий материал, сам по себе гитару из него сделать нельзя Поэтому эта гитара сделана из также экзоскелета, который спрототипил Кен Паркер То есть Кен Паркер просто ставил его на заднюю часть гитары, наплавлял, так сказать Здесь вся гитара сделана из экзоскелета Тут стоят материалы, с которых делают машины на Формулу-1 и так далее Здесь есть накладка, поэтому здесь, я не знаю, на 100% может быть и наклеенные лады А может быть они чуть-чуть углубленные, потому что здесь стоит Rich Light накладка То есть это заменитель Ebonita или Ebony, как хотите так и называйте Композит, который также сделан, чтобы по своим качествам не уступать Или по крайней мере заменить Ebonit, Ebonit дерево То есть этот экзоскелет, это как сосуд, я извиняюсь, в который заливается внутрь Arium Здесь стоят даже электрочипы вот в этом, вот в этих слоях этого экзоскелета Для чего я еще толком не знаю Но эта гитара, это научная работа То есть люди, которые делают эти гитары Это люди, которые позаканчивали университеты по гитаростроению Но также там работают и ученые То есть это, как бы так сказать, новая отрасль в гитаростроении Которая сейчас, как я сказал в начале этого видео Что многие люди просто еще относятся со скептицизмом ко всему новому в гитарном мире Но все время совершаются эти попытки Мы видим гитары, которые сделаны из железа, из трубок и так далее, из стекла Но все еще дерево вроде бы как служит эталоном Эта гитара, я считаю, по моему мнению Если бы мне сейчас сказали из всех моих гитар, какую бы я гитару оставил Это не была бы гитара, которую я оставил Я бы не имел ничего против, если бы у меня была эта одна гитара только И эта гитара Эта гитара может быть одной гитарой для любого гитариста Ну, понятно, с соответствующими звукоснимателями под стили, которые эти гитаристы играют Но эта гитара, у нее нет недостатков То есть есть какие-то моменты, которые мне в дереве нравятся В деревянных гитарах нравятся больше Может быть даже вкусовщина Друг у меня, он полностью переключился на Ариум И назад к дереву у него уже дороги нет То есть он время от времени берет себе одну из двух деревянных гитар Поиграет на ней день-два Потом она висит, пока она не меняется или не продается Здесь, что интересно Здесь стоит электроника, самая лучшая Самые лучшие звукосниматели, фурнитура и так далее Здесь стоит большая крышка, которая позволяет вольности То есть здесь можно добавить или убрать Ариум Здесь можно поставить флойдроу Здесь можно поставить какие хочешь машинки Потому что здесь можно с этим работать То есть сколько добавить или убрать Здесь пустота Сейчас я, кстати, сниму крышку и вам покажу эту пустоту Вот Я, конечно, пробовать не буду Но вроде бы как Эта крышка сделана из этих вот Супер ультра пластиков И вот этих файбр, карбонов С которых сделаны машины гоночные То есть это крепко Его можно погнуть, но я не буду этого делать Здесь стоит тайл И только недавно я понял, что это такое Тайл это продаются такие брелки, которые вешаешь на ключи И их можно по телефону всегда выяснить, где находятся твои ключи и так далее То есть это как тракер такой Я гитару брал бэушную, поэтому кто-то сюда поставил этот тракер То есть если эта гитара куда-то уезжает, где-то теряется или ее воруют То ее можно всегда вычислить Его, кстати, надо снять, потому что нафиг он не нужен У меня нет этого Хотя это хорошая идея Можно купить, поставить его сюда свой Его, кстати, можно поставить и в другие гитары и так далее То есть если гитару воруют и куда-то везут То его можно по телефону просто вычислить, куда попала гитара Стоит очень толстый блок Для сустейна Сустейн на этой гитаре очень-очень долгий И все, провода, стоят потенциометры И переключатель на 5 позиций Все Сюда можно добавить, сюда можно убрать Это все, так сказать, на усмотрение То есть если сюда ставить Floyd Rose, можно поставить Floyd Rose Что-то добавить, что-то убрать Это не дерево, это сплавы, которые можно менять и переплавлять Эта гитара Я согласен, она звучит немножко темновато Ну вся идея их была, это не потерять вот эти средние Не потерять теплоту дерева Потому что когда ставили вот эти вот все Экзоскелет этот Он гитару делал очень-очень твердую То есть здесь также я еще не дотрагивался до анкерного стержня Скорее всего не буду По идее это Он навсегда Ну вот здесь есть Эта гитара настолько твердая, что они думали это будет забирать середину Поэтому они пытались сделать вот этот баланс между ариумом и экзоскелетом Это добавило середину, также добавило вот этих темноватых тонов Но опять же это звукоснимание Это гитара в полтора раза громче, чем все мои гитары То есть на видео вы не услышали и скорее всего не услышите Но мне нужно укручивать громкость всегда, когда я играю на этой гитаре Если бы я играл на любой другой гитаре На любых других звукоснимателях То есть я не знаю точно, если это звукосниматели У меня уже были Bare Knuckles Aftermath на другой гитаре Но я такого не помню Но я здесь всегда укручиваю громкость То есть такая особенность Может быть это особенность ариума Также на чистом звуке добавляется какой-то вот чуть ли не как Чуть-чуть грязи добавляется вот как дисторшна То есть из-за звукоснимателей скорее всего Такая же разница может чувствоваться и на активных, пассивных звукоснимателях Это я на второй позиции сыграл Мне здесь нравится очень вторая и четвертая позиции ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну она на таком мягком дисторшне Эта гитара может звучать даже как нормальный лес пол Мне так кажется ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну и понятно на дисторшне Эта вся красота, эта гитара, эта гитара была сделана для металла ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 уходят за 3 тысячи каждый день, целый день, это без проблем то есть эта гитара востребована востребована потому что это новые технологии, потому что фактор крутости там и так далее хотелось бы мне, чтобы эти гитары были дешевле, конечно хотелось бы, то есть это еще один такой консенсус который был в том видео, это люди говорили что если бы она была дешевле если бы этот Ариум и это все было сделано дешевле допустим тысячи, то да, это была бы бомба, это заменило бы дерево полностью, то есть но опять же ребят здесь конечно тема другого видео, о котором я думаю сейчас которое нужно раскрыть, но так подходить к этой проблеме, то есть говорить что если бы эта гитара стоила дороже тысячи то да, то есть вы сами так сказать добавляете, что Ариум стоит две там с чем-то тысяч нет Ариум это сам по себе не дорогой, все остальные материалы сами по себе не такие дорогие, они дороже чем дерево дерево само по себе не дорогое даже с лучшей ассорта там и так далее, дорогая это уже начинается когда процессы и те деньги, которые вкладываются в процессы высушки дерева от шлифовки там и так далее то есть на все это на все это тратятся деньги дека себестоимость деки, допустим сделанной в PRS она будет понятно намного дороже, чем себестоимость деки, сделанной на фабрике Squire в Китае но это дерево все равно не стоит допустим трех тысяч, да? если мы берем гитару с PRS, которая стоит четыре тысячи, она не стоит трех тысяч там другие совсем идут аспекты этого всего гитаростроения о котором мы с вами поговорим в одном из следующих видео поэтому я вам сразу говорю, что гитары сделаны на этом уровне этими мастерами и так как они сделаны то они не могут стоить дешевле тысячи долларов как бы не стоил этот Ариум потому что Ариум здесь не главное так же как и не главное тут опять надо осторожно подходить когда я пробую так же как и не главное дерево, допустим, в гитаре сорта дерева и так далее то есть здесь гитара сделанная с махагона но наакс может делать и делает гитары из разных пород сортов дерева то есть гитары так сильно не будут отличаться по цене ну давайте пока на этом эту тему пока закроем это затянется эта тема другого видео а пока я вам хочу сказать что если у вас есть возможность попробовать гитару Аристидис сделанную в Зариума то конечно пробуйте эти гитары не плохие гитары эти гитары отличные гитары я хочу вам так сказать эта гитара которая ну просто настолько уникальна и у нее есть свое особое место в любой коллекции для любых других музыкантов эта гитара будет отличным инструментом сейчас кстати на Ариуме уже играет много известных музыкантов ну самый известный допустим вам это скорее всего как его зовут Инца Инцан Инца это Сэмперор чувак он играет на 8 струнках Мэтт Хифи переходит на него Мэтт Хифи правда через многие скачет фирмой но тоже это истриумный человек много много людей переходит на Ариум то есть это дает такой шанс допустим Паркеры Паркеры они не сразу так сказать были приняты большими звездами были были у них эндорсеры но не сразу а у Ариума уже вот за вот этот короткий срок потому что они буквально 15 лет назад Ариум был изобретен и только только вот последние лет 9 наверное как он начал продаваться и так далее то есть 9 лет гитарной фирме это ничего дальше будет больше и скорее всего гитары может и будет дешеветь сам Ариум или мы еще посмотрим я я не отвергаю идею что будут бюджетные гитары Ариум Аристидис бюджетные то есть будет Аристидис такие а будут еще бюджетные то есть как Сквайр Фендер Эпифон Гибсон и вот тогда это будет конечно интересно и тогда это вот будет именно тот скачок в какую-то новую новую сферу и зону ну а пока ладно затянулось видео как всегда у нас видео такие поговорить порассуждать пофилософствовать я думаю немножко сегодня объяснил вам о гитарах Ариум Аристидис немножко больше посмотрите видео где мы их сравниваем конечно если вы еще не посмотрели ставьте лайки подписывайтесь на канал на канале гитарной истории только интересная гитара пофилософствовать